Профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании и ВИЧ-инфекционных заболеваний среди несовершеннолетних Омской области. Такой вопрос 29 мая обсуждали на расширенном заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Омской области. На территории региона, по данным Облминздрава, отмечена тенденция снижения в молодежной и подростковой среде алкогольной и наркотической зависимостей. Также в течение 2011 года зафиксировано снижение числа несовершеннолетних, состоящих на наркологическом учете. Но проблема остается, а статистика есть не только позитивная. В 2011 году каждый пятый подросток совершал преступление в алкогольном опьянении. Сложности по мерам профилактики употребления психотропных веществ подростками помогают решать законодательство, но достаточно ли этого? Необходимо поднимать воспитательную функцию семьи, что нужно прививать здоровый образ жизни, чтобы у человека складывалось желание быть здоровым, счастливым, трезвым. Это не просто красиво, но и становилось модуль для нашей молодежи. Одной из эффективных форм работы специалисты считают привлечение к организации профилактических мероприятий – волонтеров. Это движение в Омской области сегодня насчитывает около 7 тысяч человек. Также во всех муниципальных районах Омской области и городских округах Омска созданы учреждения по работе с детьми и молодежью. Действуют кружки и секции различной тематики. Было дано поручение муниципалитетам пересмотреть на летний период вечернее время занятости, то есть чтобы все кружковые учреждения дополнительного образования перестроились на вечернее время и были не просто, как говорится, работы, но и были интересны несовершеннолетние, то есть по их потребностям пересмотреть вот эту возможность на летний период. Члены комиссии уверены, лучшая профилактика негативного – это занятость. В 2012 году запланировано трудоустройство более 12 тысяч несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Также в рамках детской оздоровительной кампании планируется охватить все формы трудовой занятости, отдыха и оздоровления максимального числа несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Каждый из этих детей взят на особый учет, определено, где они будут отдыхать, в какое время они будут заниматься временным трудоустройством. Для них приоритетное право и на отдых и оздоровление, и на временную занятость. Помимо стационарных оздоровительных центров, подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, примут 44 палаточных лагеря. Один из самых любимых у ребят – спортивно-патриотический палаточный лагерь «Шанс». В этом году поменяет базу. Напомним, ранее смены проводились на территории Танково-инженерного института. Сейчас же будущих защитников Отечества примут курсанты Омского кадетского корпуса. Практически в каждом палаточном лагере будут отдыхать дети этой категории. Им интересно в палаточном лагере даже больше, чем в стационарном, потому что здесь на природе они ближе друг к другу, ближе к вожатым. Им хочется проявить себя с положительной стороны. С целью сохранить тенденции снижения негативных явлений в подростковой среде, министерствами и ведомствами Омской области будут продолжены мероприятия по организации профилактической работы.